Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех участников гостей церемонии открытия памятника императору Александру Третьему, государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми совершениями. Многие из них и сегодня служат Отечеству. Достаточно назвать грандиозный, дерзновенный замысел строительства Транссибирской магистрали. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника. И, конечно, рабочих, инженеров, художников, искусствоведов, которые продолжают масштабную реставрацию уникального комплекса музея-заповедника Гатчина в XIX веке. Именно здесь располагалась резиденция императора Александра Третьего. Он любил Россию, жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире. Современники по-разному относились к нему, к его деятельности. Так было и так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, а подчас невозможно. Но сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра Третьего даёт нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных, технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре своим самобытным истокам. Хочу подчеркнуть и сегодня, в бурном, динамичном XXI веке, когда изменения затарагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России, ценности, которые объединяют наш народ.